Николай Янович, добрый день. Добрый день. Первый вопрос, который хотел бы с вами обсудить, это мобилизация, закон мобилизации, который уже начал действовать в Украине, новый закон с изменениями и последствия его. Когда-то вы писали и говорили о том, что этот закон не устроит никого, ни армию, ни всех остальных. Что на практике? Вот уже по факту с 18 числа вступили в действие нормы изменения этого закона. Что можете сказать? Пока мы можем видеть лишь только внешние проявления действия этого закона, которое выражается в том, что как бы наши города, населенные пункты обезлюдили. Это абсолютно естественно, потому что вот вы сами сказали, что закон не устраивает ни военных, ни населения. А почему он не устраивает? Потому что, например, для военных исключены нормы о демобилизации по истечении определенного срока, о ротации. Это ясно, что это не устраивает военных. Так, для населения расширена возрастная группа людей, подлежащих призыву от 18 до 60 лет. И, по сути дела, люди становятся крепостными. То есть, у них лишаются, они лишаются конституционных прав на свободу передвижения, на право обладания каким-то имуществом, например, автомобилем. Автомобиль может быть конфискован. Могут быть лишены, значит, те люди, которые якобы уклоняются от воинской службы, например, прав на управление, счетов в банке и многое-многое другое. Поэтому тот беспредел, который устраивает военкомат, а их ведь не может не знать ни Зеленский, ни его, так сказать, окружение. Все они знают, все происходит с их согласия, естественно. И те дикие нормы, когда людей хватают, избивают, затаскивают и отправляют на рядовую, войну, естественно, вызывают недовольство населения. Но я хочу сказать, что не надо переоценивать, например, вот такие, такое недовольство населения, просто потому, что настолько сильный карательный режим действует. И огромное количество, смотрите, всяких так называемых экстремистов, радикалов, которые объединены в различные милитаризованные, так сказать, группировки. И, по сути дела, режим опирается в очень большом, на своем основании имеет, по сути дела, значит, просто, так сказать, карательную основу. И поэтому рассчитывать на то, что, значит, где-то, конечно, происходят стычки, столкновения с военкомами и так далее. Но рассчитывать на то, что кто-то выйдет громадным, организованным, так сказать, образом нельзя. Потому, что любое стихийное выступление населения – это все хорошо организованное, в ряде случаев проплаченное, подготовленное действие. Ну, вот не вы первые говорите о том, что действительно люди очень запуганы. И репрессивный аппарат, который сегодня работает на территории Украины, не дает вообще никаких возможностей для, что называется, в сторону ввельнуть. Но если, вот как вы говорите, что все все знают, я имею в виду, в первую очередь, во власти, то, как действуют нормы этого нового закона, и как это все происходит на практике, то есть получается, что это все целенаправленно? То есть вот то самое, уже, наверное, избитое выражение «до последнего украинца» – это все так есть? Ну, именно так. Поэтому, собственно говоря, Зеленский же, он, так сказать, проговаривается в ряде случаев, когда он говорит, что мы же защищаем Европу. То есть мы воюем и защищаем Европу. Мы даем людей, это его прямая речь, а вы нам давайте технику. Значит, давайте снаряды, давайте пушки, давайте, так сказать, ракеты, а мы даем людей. Вот слушайте, но, во-первых, это неэквивалентный обмен, потому что и пушки, и снаряды, и все остальное, все это возобновляемое. Для этого существуют заводы, предприятия, а люди – это бесценный ресурс государства. Он этого, конечно, естественно, не понимает, да и не хочет понимать, его это не интересует. Ну, а степень запуганности, я могу сказать, что вот из моих, скажем так, корреспондентов, людей, которых я знаю, некоторые сидят в тюрьмах, некоторые убиты, некоторые вынуждены были уехать. И вот высшие иерархи, украинские православные церкви, например, настоятель Святогорской лавры, митрополит Арсений в тюрьме сидит. До недавнего времени сидел в тюрьме и был переведен под домашний арест настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Павел, человек, который из руин поднял Киево-Печерскую лавру, 30 лет жизни отдал. Кстати, Арсений тоже поднимал из руин Святогорскую лавру. Но я могу других называть, высших иерархи в церкви. Так если к ним такое отношение, что может простой человек думать о себе? Поэтому действительно ситуация... И вот вдумайтесь, в какой европейской стране, например, настоятеля монастыря сажают за решетку только за то, что он на проповеди в соответствии с каноном обменул, например, имя патриарха Кирилла. Вот же обвинение в чем заключается. А он не может не упмянуть, потому что такой канон действует. Ну, вы спросили, в какой стране европейской? Вот мы знаем эту страну теперь тоже. Ну, раз уж вы заговорили о иерархах, на ваш взгляд, я часто себе задаю этот вопрос, и не только себе и своим собеседникам. Почему? Вот целенаправленно, ведь такое ощущение, что бьют прямо по духовным лидерам, именно православным. Главная цель вот этих действий, какова она, на ваш взгляд? Ну, главная цель очень простая. Еще Порошенко по согласованию с американцами создал так называемое ПЦУ, Православная Церковь Украины. Это Раскольническая Церковь, которая, в общем-то, была создана еще в 92-м году, после, так сказать, обретения Украины так называемой независимости. Она была создана Раскольником Филаретом, который самозванно, так сказать, обозначил себя патриархом. И с тех пор государство в той или иной степени, значит, при оранжевых властях в большей степени, при наших властях в меньшей степени, но все-таки поддерживало вот эту, значит, Православную Церковь Украины. Оно ее считало своей. А вот, скажем, Украинская Православная Церковь, которая ведет свой отчет, там, ну, тысячу лет с времен крещения Руси, да, оно считало не своей. Хотя, вот, я вот иногда сравниваю, скажем, католическая церковь, но она имеет влияние на многие страны мира. Во многих странах мира есть католические, там, и кардиналы, и епископы, и так далее, и так далее. Но ведь ни одной стране мира не пришло в голову требовать, чтобы они отказались от Папы Римского, например, от, так сказать, вот канонического подчинения Папе Римскому. Никому же в голову не приходит, да? Ну, там создается англиканская церковь, на протестанты, там, и так далее. Но католики сохраняют свое огромное влияние во всем мире. А вот здесь говорят так. Надо уничтожить московских попов. Просто вот, просто так. Московскую церковь. Почему? Да потому что это духовная связь. Белоруссия, Украина, Россия. Это все одна церковь была когда-то. Вот. Была церковь с тысячелетними традициями. И вот надо эту связь разорвать. Так что, вы говорите, какая цель? Цель простая. Значит, создать послушную церковь, которая, значит, будет на своих проповедях провозглашать то, что нужно для идеологического оформления вот той политики, которая проводится с Западом по отношению к Украине, к России, к Белоруссии в том числе. Не знаю. Здесь, как мне кажется, как в той поговорке. Гладко было на бумаге. Да, да забыли про оврагивать. Это, ну, как вот верующему человеку, если он все время, допустим, ходил в один и тот же храм, исповедовался одному и тому же священнику, и он был, этот священник, вот этой церкви, он же не может так в одну секунду все этого забыть и пойти к другому. Ну, это очень сложная тема. Такими репрессиями вряд ли еще добьются хорошего. Ну, вот я вам скажу, какими репрессиями. Значит, смотрите, вот за это время, за два года, последние, да, более тысячи приходов, всего примерно около 8 тысяч приходов у нас было в Украинской православной церкви. Вот около тысячи приходов, но в основном это, конечно, западная Украина, силой переведены подчинения поцелу. Силой. Там, значит, храмы взламывались, двери ломались, священников избивали, выгоняли. Иногда выгоняли, выкидывали иконы, избивали верующих. Ну, вот переоформляли. Например, в селе нашлось пять таких вот человек, которые готовы. Они собираются, пишут заявление, что вот мы, значит, вступили в поцелуй. И вот, так сказать, это решение оформляется. А там то, что 200-300 человек не хотят, так сказать, вот переходить в какую-то другую церковь, что неизвестно, а эта роль не играет никакой. Выкинули, значит, и вот больше тысячи приходов уже переведены силой, значит, вот подчинения, скажем, православию поцелу. Более того, сейчас на рассмотрение Верховной Ради закон, которым запрещена законом будет украинская православная церковь. То есть она будет поставлена вне закона. Это вопиющее нарушение Конституции. В Конституции сказано четко, религия, церковь отделены от государства. Ни государство не имеет права вмешиваться в дела церкви, ни церковь не имеет права вмешиваться в дела государства. Четкая норма Конституции. Запад считает это все абсолютно нормальным, абсолютно естественным. И то, что невозможно, казалось бы, в каких-то странах той же самой Европы, происходит в Украине с молчаливого благословения. Или не просто молчаливого, а просто с одобрения западных стран. Коль уж говорить о нормах Конституции, то самое, наверное, яркое, закончился срок полномочия действующего президента Украины. И да, я знаю, что эту тему уже обсуждали и до, и сейчас обсуждают. Но на самом-то деле, а что дальше? Ну, если представить, что завтра надо с кем-то договариваться, и кто-то должен ставить подпись под какими-то, допустим, документами. То кто? Вопрос? Ну, есть клуб сателлитов Соединенных Штатов, Великобритания, Германия, Франция и так далее, да, там порядка 50 стран. Они будут делать вид, что ничего не происходит. Но они и так уже сделали вид, что как будто так и должно быть. Так и должно быть, да. Блинкин приехал и сказал, что выборы надо проводить подходящие для этого условия. То есть, вот норма Конституции должна быть такая, что выборы проводятся не раз в пять лет, а вот когда будут подходящие для этого условия, и президент сам определяет, являются ли условия подходящими или нет. Вот вспомните, как они в вашем случае выборов президента, да, значит, вопили на все воды о нелетимности вашего президента. Хотя выборы были проведены абсолютно нормально, с подавляющим преимуществом предвидел ваш президент, однако это не мешало им не признавать. Так что, видите, тут тройные, двойные, вообще отсутствие всяких законов, правил, стандартов, и обудут определенное количество государств, которые не будут признавать этого Зеленского, как, например, то же самое Косово. Кто-то признает, кто-то не признает. Поэтому это никого не смущает. И все зависит от того, какой уровень, скажем, стран, насколько они суверенны, насколько они самостоятельны, чтобы самим принимать решения. А то, что мы с вами обсуждаем, это абсолютно очевидно. Ну, человек, так сказать, сам лично отменил своим указом выборы. Возникает вопрос, он имеет право это делать? Нет, не имеет права. Ни один закон, ни одна норма Конституции не наделяет президента правом отменять выборы. Вот, это же абсолютно очевидно. Что ты же не можешь сам себе определять ни дату выборов, ни порядок проведения выборов сам для себя. Для этого существует парламент. И Конституции дано право парламенту определять дату выборов, проведения, определять характер выборов, законам о выборах, например. Но то, что мы говорим, вроде бы азбучная истина. Но они, с одной стороны, для нас с вами азбучны, а для кого-то они просто, так сказать, материал для использования. Страшно даже представить, если бы, допустим, что-то подобное сделал президент Беларуси, например, или президент России. Кто-то бы сказал, вот из них не время сейчас для выборов. Давайте как-нибудь потом. Николай Янович, вы не так давно предрекали дефолт Украине в случае отказа, в случае прекращения помощи американцев. Да и не только американцев. Там вообще вот этого всего западного сообщества. Как думаете, вообще-то насколько вероятны сценарии, то, что помощь-то прекратится? Или все-таки будут, вот как и все это время, что-то давать, но по чуть-чуть, что называется? Ну вот, как вы выразились, они будут продолжать это что-то давать. И это не по чуть-чуть. Это огромные суммы, на самом деле. Это суммы, измеряемые сотнями миллиардов долларов. Поэтому это не по чуть-чуть. Но учитывая, что и Европейский Союз, то есть НАТО, да, и американцы имеют собственные эмиссионные центры. И валюта их, так сказать, по классификации является твердой. То есть, они могут выпускать эти деньги сколько угодно. Соединенные Штаты уже имеют государственный долг свыше 35 триллионов долларов. Поэтому напечатать. Каждый, кстати, квартал они занимают на рынке по триллиону. Поэтому из этого триллиона выделить, например, как они недавно выделили на Украину 61 миллиард, это не такая большая сумма. Они будут финансировать этот конфликт с Россией, поскольку они считают, что этот конфликт ослабляет Россию и ведет к негативным последствиям для России. Они будут продолжать эту политику. Я сейчас не вижу ни одного, скажем, шанса, чтобы эта политика прекратилась. Вот, скажем, выборы назначены на Великобританию. Ну, придет оппозиция. Но оппозиция будет точно такую же политику проводить, как и проводили для этого консерваторы. Ну, в Америке, например. Ну, придет, например, Трамп. Но ничего абсолютно не поменяется. Будет такая же точно политика, потому что она закладывается не личностями, она закладывается тем классом, который управляет страной. Этот класс видит для себя вот эти интересы и будет проводить эти интересы. Придет другой класс к власти, который, может быть, будет заинтересован в мире, в какое-то расширение мировой торговли, еще какие-то факторы. Может быть, что-то поменяется. Но пока все деньги вкладываются в военно-промышленный комплекс, который является главным бенефициаром всей этой истории. Ну, представьте себе, например, Германия. Тратила полтора процента ООП, да? То есть все оборонные предприятия Германии получали сумму где-то в годовом осчислении порядка одного процента. Сколько-то там на содержание Бундесвера. А сейчас будет два с половиной тратить. В масштабах бюджета Германии огромные суммы. Это практически двоение финансирования всех этих рейн металлов и так далее, и так далее. То же самое американцы. Тратили одну сумму. Сейчас они тратят в полтора раза больше. То есть ВПК получает в полтора раза большие заказы. А заказы эти измеряются суммами порядка триллиона долларов. То есть огромнейшие суммы. Это вот если сравнить с вашим, например, ВАО внутренним продуктом, это 15 раз больше, чем ВАО внутренний продукт Белоруссии, например. То есть огромнейшие суммы. Поэтому ожидать, что кто-то может, так сказать, непонятно из каких соображений, поломать эту тенденцию, я не вижу. Ее может поломать только сила с нашей стороны. Единственный фактор, который будет являться серьезным противовесом и будет служить очень серьезным предостережением. Ну, то есть так или иначе, все приходит к тому, что если не все, то очень много. И почти все будет решаться на линии боевого соприкосновения. То есть на поле боя. Ну, вот об этом говорят многие сами, так сказать, западные политики, да, наиболее откровенные. Вот. Об этом, так сказать, говорят не только действующие политики, но и оппозиционные политики. Я почему говорю, что от выбора-то пройдут, а ждать перемен не приходится, потому что и те, и другие, в общем-то, выступают практически с одинаковых позиций. Если заглянуть, попробовать заглянуть в будущее, многие грезят неким таким будущим, неким новым планом маршала. Очень много часто можно услышать таких мнений, что вот, когда все закончится, нам тут запад опять надает денег, повторит ситуацию, как была после войны Второй мировой Германии, и Украина будет все-таки, все-таки процветающим государством. Насколько вот, на ваш взгляд, эти такие идеи, они близки к реальности? Они абсолютно нереальны. Вот эти громадные деньги, подчеркиваю, выделяются ведь не в Украине. Они выделяются предприятиям военно-промышленного комплекса. Вот из этого 61 миллиарда, например, более 50 миллиардов останется на территории Америки и пойдет на финансирование производства снарядов, ракет, пушек и так далее. То есть, на Украину поступит 10 миллиардов. Они не могут не давать Украине эти 10 миллиардов, потому что, если они не дадут эти 10 миллиардов, то солдаты не получат заработную плату. Ту плату, которую они получают за участие в боевых действиях. Не получат. В бюджете Украины нет таких денег. Три четверти бюджета – это гранты, кредиты, займы там и так далее, и так далее. То есть, деньги, выделяемые извне. Вот. Вот они эти деньги выделяют. Теперь, о каких суммах может идти речь? Они разные суммы называются. Ну, я видел в средствах массовой информации суммы 350 миллиардов, и 465 миллиардов, и 500 миллиардов. Вот зададимся себе вопросом. А кто будет вот эти суммы выделять? Государство? Возьмем, зададимся вопросом. А какое государство сможет выделить такие огромные суммы? Сразу же отбросим всякие Греции, Италии, Испании, Португалии. А Германия может выделить такие? Тоже не может. У нее нет таких денег. Если говорить о государственном бюджете, с какой стати немецкие налогоплательщики будут оплачивать восстановление Украины? С какой? С каких идей? Так тоже может. Оказывается, речь идет о частных инвестиционных фондах. Каких-нибудь там Блокров и так далее. А им-то какой резон? Ведь что такое восстановление? Это вложение огромных средств, например, в энергетику. А срок окупаемости таких капиталов вложений? Ну, 20-30 лет, например. И что, какой-то Блокров будет тебе вкладывать сотни миллиардов и ждать, что когда-нибудь там к нему придут и вернутся? Низкая покупательная способность населения. Население нищенское. То есть, что с этого населения возьмешь? Для чего ты будешь вкладывать деньги во что-то, если эти деньги к тебе никогда не вернутся? То есть, поэтому все вот эти разговоры о каком-то плане Маршева. Ну, я же уже слышал, этих идей немало. Даже создавались комитеты во главе с бывшим, по-моему, премьер-министром то ли Латвии, то ли Литвы, значит, они существовали, что-то там писали, какие-то проекты писали. Где они сейчас? Их нет. И вот я не вижу, просто знаю, хорошо западных политиков, которые никогда не раскошеливались на деньги, идущие, скажем, на какие-то вот большие серьезные программы. У нас же было с ним масса разговоров различных. И мы хотели участвовать в различных европейских проектах развития. Например, в европейских коридорах. Потому что через нашу страну проходят транзитные связи Европейского Союза, например, с той же Россией. Ну, и не только с Россией. И мы говорили, давайте вместе будем вкладывать, строить дороги, инфраструктуру этих дорог, связь. Что? Хоть одна из этих идей реализовалась? Конечно, нет. Так что никаких планов маршала не будет. Это все пустые фантазии. И восстанавливать придется народу Украины за счет своего ресурса, своих средств, их возможностей. Это будет длительный, мучительный и долгий процесс. Не быстрый. Вот вы упомянули Блэк-Рок. Но для чего-то земли они скупают. Уже скупили там разные данные, конечно, привозят разные источники. Но очень много украинской земли уже, собственно, не принадлежит ни украинскому государству толком, ни украинскому народу. А как раз вот таким компаниям, как Блэк-Рок. Ну, для чего не скупают? Для простого. Ведь черноземы украинские и относительно благоприятный климат – это те два условия, которые необходимы для выращивания большого количества пшеницы, кукурузы. И Украина сейчас превратилась в крупнейшего импортера. Почему она так легко превратилась? Да потому что зерно-то принадлежит мировым экспортерам, у которых все это дело, как говорят, сквачено. И поэтому Украина до конфликта доходили 35 миллионов тонн. Это уже серьезные игроки на рынке. Естественно, они путем своего доминирования на этих рынках создают себе дополнительные прибыли. Сейчас эти прибыли, естественно, упали. Объем экспорта тоже упал. Но земля – это тот ресурс, который в условиях Украины всегда дает отдачу. Так что видеть их здесь интерес можно. Он хорошо просматривается. И он ничего общего с интересами украинского народа не имеет. Потому что огромные масштабы экспорта, например, они ничего не дали украинскому селенину. Ни одного села не было приведено в какой-то современный вид. Нет, просто продали, деньги куда-то ушли. А селяне как жили в отсутствии разрушенной инфраструктуры. Ведь в советское время в каждом селе было клуб культуры, школа, медпункт. Много кое-то. Различный кинотеатр. Различные предприятия, учреждения. Все это было. Мы же прекрасно это помним. Сейчас ничего нет. Магазинов нет. Главное, их село. Так что вот этот экспорт, он ничего абсолютно не дал. Какая-то все равно очень странная ситуация. Если говорить о земле как о ресурсе, да, безусловно, чернозем – это большая ценность. Мало где в мире такое есть, как есть в Украине. Но эта земля сейчас прямо на наших глазах превращается в очень такой сложный ресурс. Потому как она нашпиговывается минами, осколками и прочими разными следами войны. Я понимаю, что боевые действия ведутся не на всей территории Украины. Но, тем не менее, каждый день этой территории все больше и больше, с которыми потом будет очень сложно обходиться. Это примерно как с этим же законом о мобилизации. Вроде как. Ну, если так представить, что чего хотели люди, которые принимали этот закон, чтобы больше стала численность ВСУ. Но по факту-то мы видим, что все наоборот. Люди просто уходят чуть ли не в подземелья какие-то, начинают прятаться. И не решается проблема. Так и здесь. Ну, вот я здесь тоже бы вас предостерег от таких оценок. Как не решается? Решается, потому что люди загоняются в абсолютно безвыходное положение. И у них не остается никакого выбора. Вот. Ну, ты же в лесу не просидишь. В подвале ты тоже долго не просидишь. Рано или поздно тебя отловят. Причем, смотрите, одна из норм закона заключается вот в чем. Что работодатель должен привести своего военного обязанного в военкомат. То есть, вот я должен какие-то деньги зарабатывать на жизнь. Ну, а как только я начал зарабатывать, значит, тот, у кого я зарабатываю, он за меня начинает отвечать. Несет уголовную ответственность за мое уклонение. Так что, вот так относиться к этим нормам, что они якобы... Нет, его писали люди, которые знали, что писали, знали, что хотели. И поэтому, конечно, он обеспечит дополнительное поступление ресурса человеческого в армию. И будет, так сказать, так постепенно, значит, иссякать вот этот живой источник рабочей силы, прежде всего. Об этом, вот, кстати, руководство Украины совершенно не думает. А я думаю с тревогой, потому что кто-то должен восстанавливать будет потом Украину. С точки зрения заминирования всего остального... Ну, слушайте, Украина прошла через Великую Отечественную войну. Она катком прокатилась по Украине. И когда наступали немцы, и когда отступали немцы... Ну, конечно, был могучий Советский Союз, который в течение двух лет восстановил всю Украину. Нельзя думать, что республика своими, собственно, возможности восстанавливалась. Нет, конечно, была огромнейшая помощь. Ну, и сейчас установится мир, и постепенно все это дело, так сказать, будет залечено. Это мне абсолютно очевидно. Я еще раз повторяю, процесс будет небыстрый, трудный, мучительный, но он будет. Не знаю, Николай Ильич, мне почему-то кажется, что вот эта работа по восстановлению Украины ляжет на плечи России, Белоруссии в конце-то концов, в сухом остатке. И никакие BlackRock и же с ними ничем и таким, даже подобным заниматься не будут. Ну, я с вами согласен, что BlackRock точно не будет заниматься. У меня никаких сомнений нет. Поэтому все это, все это вот, это наше будущее, ну, или наших детей, я не знаю, как тут произойдет в жизни. Спасибо вам большое за этот разговор, за ваши оценки. Будем надеяться, что какой-то мир, какое-то взаимопонимание, ну, когда-либо все равно наступит. Хотелось бы, конечно, чтобы как можно быстрее меньше людей погибло. Я с вами согласен. Всего вам доброго и с надеждой на все-таки восстановление мира. Субтитры сделал DimaTorzok